Всем большой привет, дорогие мои! Сегодня я приготовлю заварную творожную пасху, которая называется Царская. Рецепт этой пасхи я взяла из вот этой вот книги, которая называется Украинская кухня. Рецепты здесь всегда хорошие, удачные, никогда меня не подводят. У меня здесь 500 грамм жирного 9% творога. Желательно брать творог не зернистый и не очень кислый. И хорошо его перебиваю блендером. Вместо блендера можно перетереть творог через сито. И теперь мне также нужно натереть на терке цедру половины лимона. Но так как у меня лимона, к сожалению, не оказалось, я натру апельсин. И думаю, будет тоже очень и очень вкусно. К перетертому творогу добавляю 2 желтка, 80 граммов сахара обычного, 20 граммов ванильного сахара, 100 граммов сметаны жирностью 20% или выше. И 100 граммов размягченного сливочного масла комнатной температуры. И также цедру апельсина или лимона. И теперь все перетираю блендером до однородности. Дальше эту сырную массу нужно заварить. Это можно сделать в этой же миске на водяной бане. Или же переложить в кастрюлю. И на медленном огне заваривать 5-7 минут, не допуская кипения. И теперь я завариваю сырную массу. Постоянно помешиваем. Этой массе ни в коем случае нельзя давать кипеть. То есть варим до первого булька. И по мере нагревания масса становится все более жидкой. Это нормально. Сырная масса остывает. А я тем временем нарезаю 150 граммов кураги. Вместо кураги можно брать любые другие сухофрукты. Можно брать, допустим, половину сухофруктов, половину орехов. Если, допустим, сухофрукты очень сухие, то их предварительно можно замочить в кипятке на 10 минут. И потом хорошо просушить бумажными полотенцами. И теперь я отправляю сюда курагу. Сырную массу я уже попробовала. Она очень вкусная. И апельсиновая цедра прекрасно сюда подходит. И такой очень необычный вкус придает. Форма у меня вот специальная такая из жестянки. Размером 12 сантиметров в основании, 12 сантиметров высота. И 6 вот здесь вот сверху. Я ее переворачиваю, ставлю в мисочку, куда будет собираться лишняя вся жидкость. И выстилаю двумя слоями марли. Также сырную массу я уже попробовала. И хочу сказать, что апельсин сюда прекрасно подходит. Получается классно, очень вкусно. Так, и теперь выкладываем сюда сырную массу. Она уже остыла, слегка теплая. Кстати, вместо такой формы можно приспособиться и использовать, допустим, черку. Тоже такой формы она, пирамидной. Как видите, мне чуть-чуть не хватило сырной массы, поэтому можно использовать больше творога, если у вас такая же форма, как и у меня. Теперь все аккуратно закрываю. Как видите, там уже на дне видно, что начинает собираться жидкость. Сверху я устанавливаю небольшой гнет. И всю эту конструкцию отправляю в холодильник на 24 часа, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Прошло уже 24 часа, лишняя жидкость уже стекла. И вот в последние 2 часа я подставила вот эту мисочку, додумалась, чтобы здесь не собиралась лишняя жидкость. Теперь я буду вынимать пасочку из формы. Раскрываю марлю. Она хорошо спрессовалась. Так, и переворачиваю. Снимаем форму. Все отлично отходит. И теперь аккуратно тоже я снимаю марлю, чтобы не снять ее вместе с творожной массой. Вот такая желтенькая, за счет апельсиновой цедры. Пахнет очень вкусно, ароматно. Теперь я аккуратно подравниваю дно, чтобы края были ровными. Ну и теперь давайте разрежем, посмотрим, что там будет внутри. Посмотрите, сколько кураги. Конечно же, нужно попробовать. Мягкая, нежная, неприторно-сладкая, с обалденным апельсиновым ароматом. Я очень рада, что я использовала апельсин вместо лимона, потому что апельсин прекрасно сочетается с курагой и с творогом. И он, знаете, такой небанальный вкус, что-то новенькое, оригинальное и необычное. Поздравляю вас с наступающим праздником Пасхи. Желаю вам всего самого светлого, доброго и наилучшего. Пусть на вашем столе будет много очень вкусных блюд. Всем до новых вкусных рецептов! Субтитры подогнал «Симон»!